Ребят, чё-то так вышло, что мы уже столько лет на ютубе, а у нас всё нет какого-нибудь прекрасного опенинга, как, не знаю, у того же АВГНа. Хм, пора бы это исправлять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ещё не доезжая до дома уже умудрялись вызубрить весь мануал, ибо это вам не Джек Лондон, а реально интересная история про противостояние добра и добра. У нас-то тема, конечно, с мануалами не так сильно была развита, а потому я, например, вместо приятно пахнущей лакшери книжки разглядывал нищий джевел со скриншотиками по нескольку раз. Но я не грущу, вовсе нет, ибо ныне у меня есть замечательное игровое лакшери кресло Zone 51 Impulse. Мы с вами люди уважаемые, а уважаемые люди не траву трогают, а постоянно сидят за компом и занимаются полезными делами. Именно ради таких, как мы, и был основан юный российский бренд Zone 51. Zone 51 это бренд ОГОГО. Это я вам говорю как гордый обладатель одного из кресел. Как видите, кресло до сих пор живо, несмотря на постоянные посиделки и даже стрессовые посиделки. Однако в данный момент кресло мы будем обсуждать гораздо более необычное. Модель Impulse представляет себе первое игровое кресло со встроенными массажерами, которые промассируют спину, поясницу, плеч и шею. Аж целых шесть режимов массажа. Жесть! Плюс имеются вибромассажеры гусны и даже встроен подогрев. Стол массирует на уровне тайки, а согревает на уровне тайца. Мало того, оно еще и очень красиво выглядит, респектабельно и даже немного сексуально. Осталось на кресло надеть чулки и все, считай полноценная вторая половинка. Спинка регулируется как захочешь, поверхность кресла дышит, внутренний механизм мультиблок позволяет превратить кресло в качалку. Само кресло состоит из максимально крепких и долговечных материалов. Его можно дрюкать и в хвост, и в гриву. Переживет даже самого нервного и активного пользователя. Даже в случае ядерки кресло выживет и вполне будет юзабельным. В отличии от тебя, все кресла проходят особые тесты на прочность. На заводе им устраивают самый настоящий Bad Time, а потому они все долговечные и лютые. Гарантия 3 года. Это буквально единственное кресло с подобной гарантией. Думайте. Учитывая все преимущества, мы имеем ультимативную машину, которая заставит тебя знатно оху... Поскольку я парень пропатченный, это кресло остается у меня. А потому я теперь смогу 24 на 7 стримить, записывать всякие отвернутые боги и т.д. Больше не вижу смысла в жизни за пределами кресла. Я серьезно, если бы кресло у меня не осталось, то я бы за рекламу не брался, а потом мы переходим по ссылке в тех местах, где они обычно находятся, используя мой промокод BEPS20 и получаем скидку 20% на кресло или какую-то другую продукцию данного бренда. ЗОУУУМ51! Заказывай прямо сейчас и сиди за компом по-царски! Речь заведу с того, что история здесь идёт про великое противостояние между людьми и урками. Каждая сторона видит ситуацию по-своему, а потому не всегда понятно, кто здесь прав, кто лев, а кто петух. Я бы даже сказал, всё неоднозначно. Но неоднозначно, пока в тебя снаряд от катапульта не прилетит. Поэтому начнём мы с предыстории и попытаемся понять людское и орочье видение данной геополитической ситуации. Вообще во многом эти предыстории являются более расширенными вариациям предыстории к первой игре, но они настолько расширенные, что... Ой, короче, опять всё вам пережёвывать надо будет. Начнём мы с кампании орков, ибо о чему бы и не ибо. Предыстория имеет суть повествования аж с самых олдовых времен орков, когда руками и кушали, и жопу подтирали. Орки вырезали дрэнеев, некую расу кривозубых коренных аборигенов. Убивали жёстко и цинично, а в воздухе витал аромат сгоревших школьников. Однако в один момент дрэнеи кончились, а потому от скуки орки начали бить друг друга. Тем временем перспективный чернокнижник Гулдан, ученик могущественного орка-разумиста Нерзула, познавал тёмные знания. Его разум путешествовал по космосу, изучал всё, что теорией могло бы его из убогого мазда и недопатченного превратить в убер, мега-сильного сигма-мейл бога. Именно во время одного из таких путешествий его приметил могущественный космоюзер Килджеден. Этот демон стал наставником чернокнижника и открыл ему ещё больше тёмных тайн, как, например, проклятие насылать или кушать и не какать. Гулдан был в лютом шоке. Он узнал, что есть много других миров, в которые со временем обязательно стоит привести Орду на забив с целью обогащения. Плюс он совершенно неожиданно для себя узнал, что достаточно религиозные орки были верунами не зря. Ведь, как оказалось, души мёртвых постоянно следят за орчьими кланами и ждут, когда теперь станут бить друг другу рыло и наконец-то возьмут да расчехлят за лупу-лупу. Чернокнижник для себя подметил, что при должном умении этих мёртвых можно спокойно подчинить себе и заставить делать всякое, но об этом потом. Это, конечно, всё very good nice, но пока негрокнижник познал всякое, орки били друг другу рожи и доводили до уголовки. Гулдан глядел на всё это и понимал, что так дело не пойдёт, ибо орки скоро кончатся, а его мечты о безграничной власти утекут в дырку в сортире. Тогда он созвал множество чернокнижников и начал посвящать их в тёмные тайны. Те, кто подобный экспириенс пережили и не сдохли, обоссавшись и обосравшись, становились членами орочек-иллюминатов под названием «Тёмный совет», чья задача заключалась в бытие масонами и сведению орочек-забивов на минимум. Время горцевало, и совершенно внезапно Гулдан проснулся от воплей своих чернокнижников. С ними связалась некая могущественная сущность, и те такие аж Непон, даже с Килл Джеденом, эта могущественная, неизведанная дресня попыталась связаться, и демон чё-то вообще не был воудушевлён от таких социальных интеракций в космической сети. Однако Гулдан, как типичный эстрогеновый ЧСВ-попущ, которого может вывести из душевного равновесия смайли-какашечки под пластиком, не понимал, почему эта сущность так и не связалась с ним. Таким хорошим и замечательным. В конечном счёте, орк решил взять ситуацию в свои руки и вышел в астральную сеть. Там он постучался с ним. С Медивом. Медив оказался настолько могуч и хаотичен в своих эмоциях, что Гулдан аж на очко подсел. Колдун изучал чернокнижника и его мысли с такой скоростью, что орк за ним не поспевал. В конечном счёте, Гулдан тельтанул, обрубил связь, и, роняя кал, помчался настраивать связь с Килл Джеденом, дабы спросить про эту шелупонь. Но демон внезапно сам дал Дёрум неизвестную часть космического мира, ибо ну его, ну кукуева. От этого Гулдан ещё сильнее присел на филейную часть и в ужасе думал, что это чёрт померепыло! В течение пары месяцев чернокнижник отходил от данной встречи, пока неожиданно ему снова не явился Медив и не сказал, теперь ты мой петушок. Он показал ему свой дивный мир с зелёной травой, лесами, морями, океанами и некой страшной силой, обитающей под толщей океана. Гулдан проснулся весь в поту и моче и такой, погодите, это реально? После этого Медив долго не выходил на связь, а Теневой Совет активно обсуждал данное событие и возможные перспективы для блистательной хуцпы. Решение пришло достаточно быстро, и Гулдан сказал, кто не с нами, тот в канаве. Началась подготовка к вторжению. В это же время появился небольшой разлом между мирами Гулдана и Медива. Чернокнижники активно работали над тем, чтобы сделать его шире, и в конце концов смогли сделать его достаточно широким, чтобы через него проходили армии. Первые орки, посетившие мир, впали в безумие, ибо всё вокруг было зелёное и такое непонятное. Орки сделали свой форпост рядом с портала и потихоньку начали изучать мир. По плану Гулдана им следовало получше изучить всё и начинать захват. Однако же орки увидели людей-фермеров и подумали, что все люди такие же слабые и розовожопые, а потому двое из наиболее влиятельных лидеров кланов, Огрмак Шагал и Киллерок Мёртвый Глаз, заорали. И короче, без какой-либо тактики и плана, тупо с Зарграшем побежали и угандошили кучу орков, а блюдских конных садников, которые палкой погнали их чуть ли не до самого портала. Уже дома эти два вождя сразу же начали обвинять друг друга в некомпетентности, а Гулдан понял, что дело пахнет подзалубной простоквашей. Орочи и масоны по-тихому сменили руководство и поставили в голове достаточно перспективного вождя-чернорука, который с одной стороны достаточно легко поддавался влиянию Гулдана, а с другой устроил такую лютую диктатуру и члена контроль, что все орки взяли и неиронично зауважали его. В этот же момент на связь вышел Медив и поставил Гулдана перед выбором без выбора. Ты захватываешь Азерот и ставишь меня во главе людей, а я тебе открываю тайны гробницы Саргерса, который по факту является учителем твоего учителя Килджедена, или же до конца своих дней будешь ноунеймом с коротким шемекелем. У Гулдана с такого предложения аж ректальная юшка потекла, и он согласился. После этого неожиданно все кланы достаточно быстро примирились и дружно начали готовиться к захвату королевства людей. А дальше случились события первой части, которые немного порушили планы Гулдана, а суть такова, что орки так и по канону победили, а люди сфидели. Шокированные? Да, орки захватили Азерот и попустили хуманов, отчего те вынуждены были покинуть отчий дом и стать беженцами в других землях. Но вот медива убили некие активисты, и это вообще кек новый мем какой-то. Людской колдун во время своей смерти испускал лютые магические космические волны, которые того же Гулдана довели до комы. И пока чернокнижник лежал в коме, черноруко грохнул негий орк, оргрим молод судьбы, который с легкостью узнал всю правду про теневой совет, ибо под пытками сломалась личный ассасин Гулдана Гарона. И, короче, оргрим вырезал весь совет, пока Гулдан спал, а потом, когда он проснулся, оргрим сделал из него своего личного черно-куколдуна. Гулдан, конечно, впал в осадок, да и тем более он был все еще слаб после смерти медива, однако даже в таком состоянии он надоумил оргрима попустить детей чернорука, рендома и майма и разогнать чертям собачьим полки волчьих всадников. Да, волков во второй части по этой причине нет. И именно тут Гулдан неожиданно надоумился занюзать имеющееся знание, дабы создать для оргрима своих личных черных садников, а именно взял трупы рыцарей Азерота, вселил в них сущности Темного Совета, посадил лошадок и назвал все это дело «рыцарями смерть», которые на деле втайне подчинялись чернокнижнику. За это оргрим неожиданно доверился Темному Орку и позволил ему заниматься своими делами, но не дебил ли? Гулдан же в итоге заимел отряды рыцарей смерти, которые по факту подчинялись только ему, и потому начал смело задумывать пакость, а предыстория закончилась. Да, ситуевина у орков, конечно, непростая, но куда деваться, верно? Виверном. Ладно, поехали уже игру запускать. Игра запускается и встречает нас с достаточно клевой приколдесной заставкой, с такими приятными миндальными нотками аромата прямиком из 90-х. Прошло шесть лет после первой войны между людьми и орками. Некогда могущественная армия Азерота лежала среди обугленных останков крепости Штормград. Господи, а запах-то славный. Теперь же очередь дошла до лордеронцев, ибо неожиданно, ко всеобщему удивлению, орки умудрились заиметь нехилый такой флот, который даже может плавать и не тонуть после торжественного крита бутылкой из-под попы оппозиционера. Ну и люди тоже не пальцем в носу ковырялись. Гномы и эльфы с радостью поделились пушками, мечами и прочим гиром, который, по идее, надо было закинуть в свое время в руки ребят из Штормграда. Но, видимо, штормградцев за полноценных людей тут не считают, а потому поздно пить боржоми, когда у почки на могиле цветочки. Настало время кровенистой зарубы. Ииииии, после этого мы оказываемся в главном меню, где играет музыка, которая по струнам души прям терьям-тирьям. Честно, если бы у каждой войны был такой саундтрек, то я бы все равно сидел дома и трюнькал бы пису на фем-версии орков и гоблинов. Первый уровень орчи-компании начинается, и нас закидывают брифингом. Орда готовится начать наступление на Лордеру. Ура! Дело происходит в Зулдаре, и мы занимаемся тем же, чем и всегда в любой первой миссии. Как обычно, мы играем за некого ноунейма, которого поначалу попускают и вынуждают страдать лютой фигнёй, типа строить здания, где орки будут жрать, срать, а иногда даже не одновременно. Нельзя совмещать вот это и это. А кто сказал, что нельзя? И вот она, игра. Сразу скажу про то, что бросается в глаза. Графон здесь моё почтение. Сочно, цветастый и прям видно. То самое Близардовское величие. Вы, конечно, скажете, Бэпс, ты увидел оркой какой-то сральник, а уже в мега восторге, на что я вам скажу. Ещё жирнейшим плюсом тут является озвучка, но не английская, а русская. Итог роду. Что? Легче не попал. По классике, мы на данный момент строим фермы и казармы в каком-то снежном хрюкосранске. Врагов тут не особо много, но те, которые есть, больше похожи на заплутавших бомжей или дезертиров. Кто к нам с мечом придёт, тот быстро ляжет и сгниёт. Сочные звуковые пастуки нехило так ласкают ушные эрогенные зоны. Геймплей, кстати, по сравнению с первой частью стал немного удобнее. Мышкой легко всё управляется, резину квадратика можно выделять до 9 юнитов, скорость игры регулируется в реальном времени плюсиком или минусов, а ещё в игре более нет нужды строить все здания рядом с дорогами. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус, и аксуалили, и усложнили, но мне как-то перпендикулярно. Так что в данном случае можно сказать, что игра весьма удобна и в отличии от первой части даже не нуждается в каких-либо модах на управление. Но моё мнение таково пока что. Чем отличается айтишник от батрака? Ну, сейчас ещё годик нейросети поулучшают, и ничем. Те нужные здания успешно достраиваются, она же награждает прекрасным званием бюджетник. Хилсбард, именно сюда мы и перебрасываемся далее. Пока что идут первые миссии, в которых по сути происходит часть предыстории, где говорилось, как вообще многие племена работяг взяли да встали под одно знамя ордынское. Например, во втором задании наши бравые ребята спасать из людишеского плена некого тролля Зулджина и его бравых троллей. Их надо было привести в круг силы, и когда я их привёл, началась какая-то инфернальная каркафония в честь каждого спасённого. Ладно. Хорошо. Ладно, ладно. Награду за это тролли в следующей миссии взяли да оформили орде корабли. Какие корабли? А вот такие корабли... Привет, морской волчарок! Плавают туда-сюда, бомбят и даже добывают чёрное золото. И нет, я не про Джамала из Гильдиворов, а про настоящую нефть, которая является полноценным ресурсом, наряду с золотом и древесиной. Мало того, в этой игре постоянно идёт война за эту нефть, а ордии и люди то и дело взрывают друг друга нефтяные вышки. Классно, да? Да, но в данном случае немноженько... Ибо компьютерный противник в игре немножечко тупой. При уничтожении вражеских нефтяных вышек комп идёт эти вышки заново строить, что весьма логично. Но вот при уничтожении кораблестроительных зданий враг ничего поделать не может, ибо не понимает, а как и где эти здания строить? Ничего не понимает. А потому, если с самого начала построить флот и подсносить все водные здания, то можно нищило себе жизнь облегчить. Да, Близзарды акцентировали внимание на водных битвах. Но тот же самый нищенский метод Зарграши до последнего корабля работает очень даже неплохо, хотя бы за счёт того, что у кораблей нет никаких активных способностей, а значит, макроконтроль летит в сторону тухлой вены Гулдана. Таким макаром ордынцы захватывают южнобережье и в письон не дуют. При спасении Зулджина мы оформили набег на Хилсборд. Ныне же на Хилсборд оформляется полноценный штурм. Это было быстро? Да. Наступает следующая часть военно-тактических танцев и плясок. Наше внимание переносится на Хазмодан. И тут потихоньку игра начинает, так сказать, отдавать струями чёрного перца в наш шляхи. Этот регион скоро падёт, как девочка с карет. Нас отправляют покорять Толбарат. В этом деле она помогает наша пехота, а именно орки, которые дерутся в ближнем бою и дохленькие на жизни тролли дальники. Они всё разнесут! Такие катапульты появились. Ох, кайф! Сейчас испытываю особый уровень военно-тактического удовольства, даже за соски себя сейчас не люблю. Правда, испытываю, потому что враг пока что слаб. Чё там против него сражаться? Взял, ударил по крестьянам с катапульты, а не в мясо, а мне медалька. Чем дальше мы заходим, и чем сильнее по сюжету орки поджигают людям пуканы, тем умнее противник становится. Допустим, вражеский комп очень любит использовать фишку крысины переправки своих войск на наши базы. Конечно, на словах у нас всё хорошо, и в обороне дыр нет, но на деле дыр в обороне, как в вене героинщика. Вкратце, этот кусок кода рандомно высаживает своих ребят на лодочках, которые со случайной стороны нападают и в основном рубят мирняк. Яхезек, как так получается? Видимо, из-за того, что у меня и противника открыли специальные юниты для разведки. В любом случае, то и дело, у меня бывало горело кольцо всевластия. Благо, для обороны имеются башни, которые часто берут всё внимание на себя, но боли в попе от этого не меньше. В наказание за это наш флот полностью уничтожает всё, что есть у противника на берегу, а это буквально вся военная сила. На самом деле, довольно забавно, что убить вражеские военные силы по факту достаточно, а порой так и вовсе не так сложно, как хотелось бы. Самое сложное, это перебить всех рабочих и снести их жилище, дабы противник не смог отстроиться обратно. И сложное в этом то, что роботяги умудряются порой в такую залупу залезть, что без чит-кодов на открытие карты и вовсе не обойтись, что я, конечно же, не одобряю. Конечно, у нас есть гоблинские дирижабли, но порой даже они мало чем могут помочь. Кстати, о гоблинских дирижаблях. Юнит полезный для разведки, а для всего остального бесполезный. Никого у него не посадишь, никого не атакуешь, а при разведке карты он так и вовсе наслёт вам в наушники. Вроде летает он, а укачивает меня. О, а тут нас знакомят с огромагом Чугалом, который владеет уберспелами, про которые я вам расскажу позже, ибо это буквально обычные спелы местных огров-магов. Наша задача переправить его на другую сторону карты, дабы он перспектировал нефтеперегонные заводы в Гримбатоле, а точнее в тамошнем, эээ, уазере? Ладно, хотя подождите. Он что, в нефтедобывающей в индустрии шарит? В любом случае, это одна из самых лёгких миссий, и это меня радует. Чугал докладывает, что нефтеперегонные заводы хазмодана содержатся в исправном состоянии и работают нормально. Ой, господи, какая радость. Чугал доволен. По такому поводу нам открываются огры, но не маги, а огры обычные. Сейчас бы подраться. А я жрать хочу. Эти жопастые сверхразумы одни из самых опаснейших воинов Орды. Но только после того, как они будут пропачены до магов. А пока что это просто очень жирные солдаты, с помощью которых нам поручено попустить до праха и пыли штормград. Как классно уничтожить города и поселения, которые в актуальном барике имеют сильно сюжетный вес и значимость. Так посмотрите, так мы все города в труху превращаем, луль? Ха-ха, кайф! Таким макаром плавно перемещаемся в Кельталаст. С каждой миссией фракция все больше обрастает мясом и технологиями. Воинов можно пропатчить, дома тоже, корабли можно улучшать и так далее. Это очень вот прям очень радует. А потом мы получаем джиггернаутов. И я вообще в шоке. Убер мощные корабли, способные развалить что угодно на атомы. Это буквально корабельная версия Гигачада. Эдакий богатырь корабль. Конечно, у людей тоже есть аналогичные корабли, по характеристикам ничем не уступающим, но вот духа того в них нет. Увы и увы. Кстати, на данный момент Гул'дан с помощью магии красноречия и магии обычной посолил людей на территориях Альтрака и благодаря этому Орда с легкостью добралась до Кайрт Роу. В этих землях Орда захватила некий рунный камень. И теперь Огры стали убермагами, которые способны нехило так попускать противника. Тут вам и особый глазик для разведки и даже способность для усиления своих солдат пропуском особых пукановзрывательных волн в их нейроны. А еще у огров есть магические мины на которых спокойно можно подорваться и самому. С помощью них нам поручено надавать по роже эльфам и захватить Длантира. Стратхольм. Именно его сейчас мы будем уничтожать с особой жестокостью. В руки нам дает гоблинов Dead Outsiders. А у нас взрывчатка. А у нас тут бомба. И задание устроить диверсии в отношении врага и его нефтедобывающих предприятий. Кстати, алды, конечно, меня засрут, но эти камикадзе такая дрессиня бесполезная. Кроме как скалы взрывать я бы им ничего не доверил, но сам факт, что челики отдают свои жизни ради того, чтобы в мире было на скалу меньше, очень даже уморителен. Мое время пришло. Но смерть не так страшна, как жизнь после смерти. В миссии по сжиганию кул терраса в наши руки наконец-то дают рыцари смерти. По факту они тоже чё-то тип магов, но только очень злых и тёмных. А ещё они могут возрождать скелетов, призывать смерчи, накидывать д**ки. Ну и, короче, жесть, они пакостники. Правда, дабы в бою юзать все их с пылы и при этом не обосраться, это, конечно, надо уметь. Вот вроде всё идёт по кайфу. Но внезапно Гулдан решил предать всех орков и отправиться искать гробницу Сардираса. Он надоумил Чугала стать предателем за компанию, заимел несколько демонов союзники и, короче, сдох, обоссавшись и обосравшись. А его сюжетная ветка на этом закончилась. Та-дам! Это даже забавно, что в предыстории имеется такой огромный сетап на будущее предательства Гулдана и при этом панчлайну посвящена одна миссия, которая по факту даже не является балдёжной и не обладает вау-эффектом. Особенно в сравнении со следующим заданием по уничтожению Долорана, где нам в руки дают драконов! Бедный Гулданыч попущен летающими ящерицами, которые, к тому же, способны сами себя поубивать, ибо их атаки мало того, что бьют по площади, но ещё бьют и по высоте! То есть их атака это буквально столбы огня! Но тем не менее, несмотря на их дороговизну, данный юнит реально в своём роде имба и ультимативное решение многих проблем. Многие со мной, конечно, поспорят, но я очень сильно уважаю дракони зерграж! А потом абсолютно попустил Лордрон! Она до блау! На этом кампания закончилась! Очень же довольный, альянс отправлен в сторону Параша! И... Это была Кампания Орды! Мои дорогие друзья! Я в шоке! Хз, что тут канон и являются ли каноном эта кампания, но лично я... Ах... Лучше не буду делать заранее выводов, а потом давайте рассмотрим Кампанию Альянса! Предыстория начинается со времён, когда белые цивилизованные человеки ещё не были попущены агрессивными зеленокожими оборванцами. Повествуется всё от лица Эгвин, матери Медива, того самого Шиза, который стал астральным хики-макакоморием. Эгвин рассказывает, что уже более тысячи лет она имеет хобби защищать человечество от всякой злобной дорясни из других миров. И у неё это очень хорошо получалось до тех пор, пока она и некий Нилас Аран не решили завести ребёнка, которому дали имя Медив. Ну и в общем, далее она затирает за собой эти первые части с некоторыми дополнительными фактами. И вкратце, Медив колон очень сильный и в своё время связался со всякими злыми потусторонними сущностями, которые дорвали ему всякие очень интересные знания. Во время одного из таких сеансов он наткнулся на мир орков и понял, что этих агрессивных туземцев можно юзануть в своих целях. И цель эта заключалась в том, чтобы поубивать всех человеков, 150 раз перекручивались и вообще при того, как оказалось, что Медив это добрая сексуальная тяночка и вообще зла не желала, допустим. Однако же, по нынешнему лору второго варика, Медив это поехавший до власти убер-мак колдон. Медив с помощью астрального дискорда связался с орочим чернокнижником Гулданом и предложил ему сделку века. Он ему раскрывает местоположение некой гробницы Саргер Пухича, в которой таится некая очень мощная сила, за имя в которой можно стать самым настоящим сигма-мейл-богом. И если чернокнижник надоумит орков вырезать весь Азерот, то сила будет принадлежать ему, поскольку Гулдан могучства желал не меньше, чем Медив, он согласился и к обманщикам сделал так, чтобы орки во главе с Черноруком отправились через открытый Медивом портал ломать людям жизнь. И по итогу тут мы имеем событие первой части. Пять лет длилась война Азерота супротив орков. За это время успел откинуться и Медив, и Чернорук, и король людей Лейн, и даже уничтожен был Штормград. И несмотря на все это, орки захватили царство людей, а человекам же ничего не оставалось, кроме как бежать. Благо, многим это удалось, ибо были они под руководством знаменитого Андуина Лотара. Однако, хоть людям и удалось сбежать, ужасы на этом не кончаются, ведь орки хотят захапать все. Ныне Зеленая Орда под руководством Оргрима хотят тотального уничтожения людей, куда бы они ни бежали. Гулдан с частью орков желает отыскать гробницу Сыргиркопр. Что будет дальше, непонятно. Беженцы из Изрота ныне находятся в Лордероне и просят короля Тренаса действовать. И что вы думаете? Перед лицом опасности внезапно все объединились, ибо очевидно, что если не дать оркам отпор сейчас, то Кирдык придет всем. Под одно знамя встали люди. Флот друга Лотара адмирала Праудмера. Тора стреллю... Тора стреллю... Тора стреллю убийцы его бойцы. Настоятель Алонси Фао... Кого? Настоятель Алонси Фуал уговорил руководство выдать его ребятам священное оружие. Дворфы, слэш-гномы из Казмодана предложили в помощь своей технологии, а эльфы Серебряной Луны готовят свои луки, ибо они предвидят, что орки в случае чего им в будущем навалять могут. Именно этот могучий союз таких разных фракций подадим знамение и получил свое название Альянс, и именно Альянс, но не готов к так называемой Второй Войне. Поскольку вы командуете Южными Силами Обороны, лорд Эренас приказывает вам построить заставу в предгоре Хилсборда. Поскольку Близзард и гений и максимально талантливые люди, в первом задании в Хилсборде мы должны заниматься тем же, чем в аналогичном задании компании Орк. Встроить фермы и казармы, дабы у армии была жратва и место, где по ночам спать и видеть сны об эльфийских в фимбоях. Сходу скажу, что дизайн зданий и эта дивная карта в купе с музыкой и звуковым дизайном вызывает такой лютый кол в штанах, что неспокойно можно арбалеты заряжать. Да, милорд. Конечно. Ай, блядь! Походу сейчас мы реально являемся свидетелями той самой феноменальной магии Близзард. На самом деле, я бы даже сказал, что я был бы не против поиграть в аналогичную современную РТС с похожими дизайнами и эстетикой. Ты что, идиот? Нет, сыр, я мечтатель. Перестаньте меня дергать. Перестаньте меня дергать. И крестьяне. Да. Господи, какие они милые. Так бы я их пощупал за все мягкие не сгорелые места. В задании втором у туренских мельниц мы помогаем эльфийским фимбоям дальнего боя и тем самым имеем их в своих союзниках. Чего изболите? Фотки ножек в чулочках, пожалуйста. Конечно, споры о том, что лучше эльфийские воины или тролли-топористы будут идти долгие века. Ибо, с одной стороны, фиминные лучники, которые в окопе дружку, а с другой стороны накачанные МГУ-блюдки, которые способны даже аглибастардов попустить. Зрелым, конечно, виднее и они уже давно выбрали свою палочку сникерс, но я вот все еще на распутье, так сказать. На территории Южной Бережни под наш командование наконец даются начальные корабли людского флота, с помощью которого нам надо будет попустить вражеские нефтяные вышки. Это, конечно, весело. Но на деле ничего такого сверхъестественного. Один корабль стреляет, другой нефть добывает и вышки строит. Но разве что озвучка ласкает ушки? Вот эти паруса поднять полный вперед и т.д. Конечно, жесть, как мне в мозговую курку въелись, ибо за время игры эти фразы сквозь мои уши ехали туда-сюда как курьеры самоката, ибо на все корабли озвучка одна и так. Единственное, что смешно было для меня, так это то, что мне постоянно в бошку приходил тот анекдот про Юнга. Я люблю тебя, Юнга. Да чего же классно наблюдать за сюжетным ходом игры при помощи карт? Вот эти все брифинги хуифинги вообще порой ничего не говорят и порой просто льют воду. Адмирал Праудмор ме-ме-ме сказал бы просто Праудмор предсказал расхреначить врагов на зулдаре к шерзыхам собачьим и все. Никаких вопросов. Ну да ладно, давайте без токса негатива. Лучше посмотрите на то, какие у Альянса эстетически красивые сторожевые башенки. Уф! Кефир! Начинается акт второй, а театр боевых действий перескакивает в Хазмодан. Уже задача отбить Дулбарат, а потом в крысу нанести удар врагу кожаным кинжалом с ядовитым лубрикантом. Но эти подробности на самом деле не так важны, как тот факт, что нам наконец-то дают в руки гномский вертолет разведки. Он не атакует и просто летает и смотрит, что почему хоккей с мечом и все бы ничего. Балдежь, да? Очень классно, да? Согласитесь, прям. А я вот столько миссий туда-сюда, туда-сюда. А теперь нам надо разбомбить Дун Альга с компанией рыцарских всадников. Лютые ребята. И хотя шутки шутками, но настоящие сверхчеловеки тут это именно они. Ибо в первом бою представляют себя достаточно лютую имбу, которая по пользе проигрывает разве что баллиста. Вообще, арта здесь это какой-то ад. Ибо по факту у них даже больше урон, чем у сторожевых башен с апгрейтом на пушечные ядра. Так что можно сказать, одна баллиста Альянсова или катапульта Ордынская в умелых руках настоящая секс-петрушка дьявола. А еще эльфийские фимбои теперь могут прокачиваться до особых убермощных эльфийских трапов. Урон увеличен, дальность зрения увеличена, дальность стрельбы, да и больше кожаных стрел в ладошку помещается. Прям настоящие ницшанские уберменьши. Теперь нашего слона надо расхреначить грим-батол. Но тут я задам для начала вполне логичный вопрос. Я, конечно, не историк и, возможно, в реальной жизни такие ситуации вполне присутствовали, но в данной миссии мы буквально устраиваем водные баталии на озере за нефтяный ресурс. Ладно, допустим, озеро большое. Для вас это, конечно, возможно, звучит не очень бредово, потому что вы все пропадщины и разумные истории изучали, но представьте, что в реальной жизни случится военно-морская битва на Байкале при участии огромных линкоров и ордынских джигернаутов. Хотя в самой игре это даже выглядит еще хуже и больше похоже на великую битву на знаменитые речки-вонючки. Тут уже война переходит на северные земли Лордерона, а нам же показывают трофель на синемате, где люди подбивают беззащитное вражеское летательное судно. Алло, диспет... Трависты! Хоть орда и была откинута, часть войск осталась в землях Лордерона. Мало того, тамошние жители взяли да решили, что орда это база, а потом перешли на их сторону и начали активно проявлять акты коллаборационизма. И задача наша их очень сильно попустить. Такой сюжетный уход конечно забавен, но данная миссия примечательна тем, что в наши руки наконец дают церкви, с помощью которых мы наших рыцарей превращаем в яростных паладинов-правдорубов. И по сути, супротив орочих партизанов и предателей, мы устраиваем крестовый поход. Хотя честности ради скажу, что именно на этом моменте я словил самый настоящий инсульт пальцев руки, ибо все больше их расстановится завязанной на использовании магии тех же самых паладинов, ибо он единственно всю игру юни способен лечить. Но вот лечить пострадавшим в бою абсолютно невозможно, ибо непонятно кто ранен, у кого из паладинов в принципе есть мана, а потом приходится тупо протыкивать, ну гад всех и всяк, бред, 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 бред. Но зато у паладинов есть абсолютно имбовый просвет карты, хоть от этого кайфу тихуль. В миссии 9, кстати, случается Рофел слэш Вафел. ОТАР! Хочет прибыть в Каэр Дро, и по факту нам надо запотеть и доставить его так, чтобы он не помер. И это делается за несколько минут банальным зарекрашиванием и молитвами о том, чтобы его не убили. Обожаю. А еще я, кстати, подметил, что все юниты у Альянса белые, светловолосые, и все. Чо за хэ? Альянс это нацики? Нацики против орков? Вау, отличный сюжет для фантазийной новеллы с историей про попаданцев. Десятая миссия душная дарисня, где надо пленников, предателей, переправить Стратхольм, расписывать ее смысла не вижу, его тут надо на кораблях переправить, не-не-не, строить там, и, короче, пофиг. Совершенно внезапно после душнятина начинается весьма занимательная задачка для наших мозгов. Лорд Перинольд, властитель Альтерака, как оказалось, является предателем и всю войну помогал оркам, сливая им всякие гостайны. Тамошний народ также оказался не лучше Перинольда и, в принципе, не против орча оккупации. По такому поводу нам начальство дает достаточно простое ирофельное задание, а именно взять да вырезать весь Альтерак подчистую. Вот это, я понимаю, радикальные меры и война на выживание. Магов, чьи спылы по факту являются инструментом для военных преступлений. С помощью одного спыла можно обрушить огненный дождь, а с помощью другого можно мочкануть своих. Далее по сюжету случается контрнаступление и попытка людей вернуть озерот в свои руки. Адмирал Праудмор предлагает начать с возвращения острова Крестфаля, который переводчики перевели как Унылость? Хз, почему? Ну ладно. Тут уже в наших руках оказываются невидимые для невооруженного глаза подводные лодки. Круто, классно, но по правде говоря, самым важным для меня событием стало некоторое недоумение. Как и у орды, у нас подрывники камикадзе, а именно дворфы бомбисты. Стоит дорого, урон не такой уж и большой, но внезапно мне пришла в голову феноменальная идея, а именно взять да с помощью магии накастовать на них заклинание невидимости да устроить диверсию. И что бы вы думали? Игра не дает нам пойти на такой высокоинтеллектуальный мув и просто убивает бедолаг-бородаток. И это жесть как странно, ибо с помощью этого спела разрабы просто задушнили, молясь. Ха, наконец-то случаются финальные миссии, и тут я, пожалуй, буду вот жесть как краток. Лотар идет на переговоры к оркам и мрет как кретин. Она в руки дает убер мощных дворфийских грифонов наездников с очень обычной крякающей озвучкой. И короче, с помощью них в одной миссии максимально попускаем пик черной горы и загнанный к оркам. А в другой просто в нулину уничтожаем тот самый знаменитый легендарный великий портал, связывающий мир альянса и орды и все. Далее показывают синематик, где почему-то портал уничтожают с помощью кулдена кудесника и тут я придираться не буду, ладно, хрен с ним. И вот так по сюжету альянса случился мир и цветочки. Счастье, хэппи-энд и мороженое всем бесплатно. Иииииии это был Warcraft 2 приливы тьмы мои дорогие друзья. Сейчас типа надо сделать итоги, но давайте я сначала немного проигру, а потом уже конкретно про две кампании. В отношении этой игры можно быть максимально кратким. Шучу, нельзя. Да, годно, но жесть как для своего времени. Эта игра буквально музей триумфа олдовых бризертов, ибо тут есть достойная графика, балдежная, шедевральная музыка и что-то типа около сюжета, который по факту можно взять да перечитать на какой-нибудь веке. Вы знаете меня, я очень топлю за олдовый гейминг и стараюсь вытягивать на свет достойные примеры игр, которые порой не имеют достойных современных аналогов. Но Warwick 2 просто жесть как устарел геймплей. Доставать сейчас в пример Warwick 3 я не буду, но господи, как же хорошо, что почти все минусы были найдены и в будущих играх умраны. А сейчас же второй Warwick выглядит как очень хороший ретро-автомобиль, но без ремней безопасности, багажника, на деревянных колесах, на древесном топливе. Да, поугарать, покататься можно, но на ближайшем повороте ты просто перевернешься и сломаешь жопу. И вот честно скажу, ребята, ну вот флот здесь вообще необязательная вещь. Без флота можно было бы спокойно обойтись, потому что многие уровни, многие миссии очень душные за счет вот этих постоянных покатушек на кораблях. И самое смешное, что по справедливости этой игре нужен достойный ремейк, ибо игры рассказывают про достаточно интересные события мира Warwick 3, которые каждый фан должен знать, а еще желательно пощупать лично. Но увы, нынешние Близзарды даже удалились третий Warwick загубить чертям собачьим, о чем тут вообще говорить? Такая вот чушня зрелая, мои дорогие. Ну да ладно, давайте лучше поговорим о кое-чем гораздо более важном. Вы лицезвели обе компании, и наверное у вас должно было оформиться мнение насчет обеих фракций, кто круче, кто прав, за кого вы. И скорее всего вы хотели бы узнать мое мнение об этой ситуации. Прямо такие сидите, думайте, ну не молчи, ну скажи, ну дай знать, кто же по твоему мнению сосад? И на самом деле ответ не такой уж и сложный. По факту Орда напал на Азерот, и Лордерон с единственной целью не развалиться. Без общего врага Орда просто уничтожила бы сама себя. Но с другой стороны виноваты и силы Азерота, ибо если бы не Медив, то Гулдан бы даже и не узнал про прекрасные и богатые цветущие земли мира людей, эльфов и гномов. Люди не остановили. Люди ничего не смогли сделать. И даже можно сказать, что по сути, эти две замечательные фракции банальным образом стравили. Так что конфликт был неизбежен. И как бы это не было печально или иронично, но по моему мнению, по факту сосад все. Вот снова прогремела гроза, этот город очнулся от снега, вот кто-то потихоньку сказал погляди на небо там тихо золотится апрель над земною долью там лихо голосится зрель над русским полем пой чтобы закатился июль прямо в оконце пой если говорить не дают не други солнца пой глухо прогремела гроза праведом гневе пой кто-то потихоньку сказал погляди погляди на небо погляди на небо погляди на небо погляди на небо на небо погляди на небо Вот снова залили цветы Под тяжелым сподом Ох, вечно безутешная ты Полная свобода Пусть снова отворить не дают Маленькую дверцу все ж Понемногу здесь настают Именины сердца Пой, если больше выхода нет Или вновь заснежит Пой, если нам готовят конец Нет, други, небо Пой, чтобы закатился июль Прямо в оконце Ох, времена нас дают Погляди на солнце Погляди на солнце Погляди на небо 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 Субтитры создавал DimaTorzok